Рок-н-ролл Песню одного из родоначальников рок-н-ролла Чака Берри Джонни Бигуд считает первой композицией об американской мечте в этом жанре. Герой зажигательного произведения – бедный парень из Нового Орлеана. Не имея образования и перспектив в жизни, он осваивает электрогитару и становится знаменитым. По официальной версии сам Берри назвал текст песни автобиографическим, однако ни место рождения, ни социальное происхождение автора этого не подтверждают. Чак родился в Сент-Луисе. Неотесанным деревенщиной не был, имел дипломы парикмахера и косметолога. Нужды тоже не испытывал, работая по специальности, накопил достаточно, чтобы приобрести дом. Более того, говорят, что песня написана в соавторстве с пианистом Джонни Джонсоном, с которым Берри сотрудничал долгие годы. В 2000 году Джонсон подал в суд, требуя миллионных отчислений, но иск был отклонен по причине срока давности. Кстати, о сроках. Песня была написана в 1955-м, а выпущена только в 1958-м, так что вопросы к Чаку у Джонсона могли быть. К тому же Берри не имел собственной команды и для выступлений нанимал по дешевке местную группу с непонятным составом. В сопровождении одной из таких и была записана Джонни Бигут. Песня сразу стала хитом как у белой, так и у черной аудитории. Меж тем в стране, где еще процветала расовая дискриминация, цветного парня в тексте первого сингла было решено заменить на сельского. В чарте Billboard Hot 100 песня поднялась на восьмое место, а в Billboard Hot 100 R&B добралась до второй строчки. Далее Джонни Бигут исполнялась множеством музыкантов, став классическим рок-стандартом, заняв в итоге первое место в рейтинге 100 величайших гитарных песен по версии журнала Rolling Stone. Играет музыка Интересно, что в качестве фамилии героя песни Берри выбрал название улицы Гуд-Авеню, на которой вырос. А фраза «Джонни Би Гуд» звучит как игра слов, как фамилия и как «Джонни, будь хорошим». Впоследствии Чак использовал образ Джонни еще в нескольких произведениях, но сравнимого успеха они не имели. Сюжетную линию карьерного взлета бедного парня музыканты регулярно используют и поныне, но классикой жанра считается именно «Джонни Би Гуд», что подтверждается огромным количеством каверов и аллюзий на название песни. Поскольку песня записана непонятно каким составом, не подтверждается ее автобиографическая легенда, существуют претензии на авторство, да и улица в Сент-Луисе переименована, на первый план выходит фантастическая составляющая. И кто знает, быть может Чак Берри действительно не написал эту песню, а всего лишь услышал по телефону от своего кузена Марвина, когда на школьной вечеринке ей исполнял прибывший из будущего Марти Макфлайн. Чак! Чак! Это Марвин! Твой кузен Марвин Берри! Помнишь, ты все новое звучание искал? А как тебе это? А как тебе это? А как тебе это? А как тебе это? А как тебе это?